Не устанавливают диагноз, не оказывают экстренную помощь при острых состояниях, не проводят реанимацию и хирургические операции. Понятие палеотивной помощи в России появилось не так давно, в 2011 году, когда появился закон, утверждающий этот вид медицинской помощи. Так вот, что это за помощь, попробуем разобраться в течение ближайших 30 минут. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». В нашем серьезном сегодняшнем разговоре участвуют два доктора. Знакомьтесь, пожалуйста, Юлия Русских, психолог отделения медицинской реабилитации Самарского онкодиспансера и Эльмира Акамова, заведующая отделением выездной патронажной палеотивной медицинской помощи онкологическим больным, также Самарского онкологического диспансера, главный внештатный специалист по палеотивной помощи Минздрава Самарской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы работаем в прямом эфире. Телефон 202-11-22. Не откладывайте свои вопросы. Эфир пролетит быстро. И сегодня мы говорим о том, что же такое палеотивная помощь. Прежде всего, наверное, стоит разобраться в понятиях. Кто такой палеотивный пациент? Пациент неизлечимый, но и само понятие неизлечимый не говорит о том, что он не нуждается в какой-то помощи. Здесь в первую очередь именно говорим об улучшении качества жизни таких пациентов, о снятии тех тягостных симптомов, которые они испытывают. И здесь не только о физической стороне наших пациентов, наверное, речь идет, но и в большей степени, особенно от начала пути, и о психологической стороне их ощущений, которые они испытывают, от начала и до конца своего пути, тогда, когда мы их сопровождаем. Я говорю про работу в отделении в том числе. Ну, то есть, фактически, вы сейчас рассказали и кто такой палеотивный пациент, и что такое палеотивная помощь. Так в общих чертах пока. В общих, да. В общих, да. Сейчас попробуем разобраться более подробно. И когда говорят о палеотивных пациентах, чаще всего говорят об онкологических больных. Ну, понятно, что именно о них мы и будем говорить сегодня, поскольку вы работаете именно в этом учреждении. Но вообще палеотивные пациенты – это ведь не только с этим заболеванием, правильно? С этим заболеванием. Исторически просто сложилось, что обратили внимание, в первую очередь, на онкологического пациента, потому что боль, которую испытывают, именно болевой синдром, которую испытывает онкологический пациент, она наиболее самая интенсивная. И отсюда пошла вот эта вот необходимость о помощи, о купировании симптомов, снятии симптомов, облегчения симптомов, которые испытывает онкологический пациент. Ну, как вначале сказала, что это же неизлечимый пациент. А неизлечимый пациент есть не только в онкологии, он есть и в неврологической практике, и есть в терапевтической, кардиологической практике. Есть пациенты с туберкулезом, с ВИЧ-инфекцией, которые тоже уже получили весь этап своего специализированного лечения. И, к сожалению, нам, врачам или родственникам, приходится уже сталкиваться с теми симптомами, которые они испытывают. То есть помочь им как-то дальше жить, бороться. И все-таки я говорю о борьбе, потому что каждое облегчение любого состояния – это тоже борьба. Слово «неизлечимый пациент» наверняка многих пугает, и многие думают, как вообще можно такое произносить. И мне бы хотелось, чтобы мы здесь пояснили, что неизлечимый пациент – это ведь не обязательно человек, которому жить осталось считанные дни, правильно? Конечно, нет. Ну, мы говорим «инкурабельный», так, если говорить именно, как врачи говорят. Скажу по-другому – это хронический больной. Из хронических больных мы их видим каждый день. Даже гипертоническая болезнь – это тоже хроническое заболевание. Но есть такие заболевания, которые сопровождаются постоянными тягостными симптомами. Вот именно вот такая категория, наверное, в большей степени, уж если рассказывать именно своими словами. Если мы говорим об инкурабельном больном, то подразумеваем между собой, как специалисту, что этому пациенту что-то радикальное, именно из хирургических вмешательств, из лучевой терапии, химиотерапии, уже не рассматривается. Только отчасти делаются те манипуляции, то именно лечение, чтобы облегчить состояние пациента. Ведь у нас есть палиативная химиотерапия, палиативная лучевая терапия, палиативные хирургические вмешательства. То есть на какой-то период это останавливает какой-то процесс, который сопровождается патологическим симптомом. Поэтому палиатив – это не только обезболить, купировать одышку. Это и в том числе даже может быть и операция. Наверняка сталкивались с тем, что выводят, например, пешку, потому что не может пациент самостоятельно уже ходить. Это тоже палиативное хирургическое вмешательство. И оно же хирургическое. Значит, у него все-таки есть какие-то еще, у этого пациента есть какие-то ресурсы для того, чтобы получить и хирургическую помощь. И экстренную помощь он тоже так же имеет право получать. Все идет вкупе. То есть мы можем лечить и хроническое заболевание, которое он имеет давным-давно, там, допустим, сахарный диабет, и лечить патологические симптомы, которые он испытывает, и имеет право на то, чтобы получить и экстренную помощь. Вот получается, что определение палиативной помощи, которое я дала во вступление, оно не точное. Я сейчас слушаю вас и понимаю, что действительно здесь все гораздо масштабнее и глубже. Да, да, да. Особенно при развитии, в принципе, идет развитие же палиативной службы тоже, палиативной помощи. И мы больше делаем даже высокотехнологических палиативных и хирургических вмешательств. Мы стали развиваться, надеясь, что как-то это поможет нашим пациентам поменьше испытывать боли, подольше жить, именно жить, а не проживать эти дни. Вот при том, что служба так развивается, активно многое меняется, мы сейчас перед эфиром говорили, Юля, наверное, к вам вопрос. Действительно, все-таки слово палиативная помощь многих до сих пор пугает, и пугает потому, что она непонятна людям. Конечно, причем это такой достаточно большой блок тогда, когда мы с пациентами именно разбираем по понятиям, что есть, что, что считается палиативом, что считается радикальным лечением, то есть вот как раз то, о чем Мира сейчас говорила. И тогда, когда первый раз пациент слышит, что мы вам проводим операцию палиативную, палиативную, это страх, это ужас, это, ну, примерно жить осталось три дня, в понимании, да, в представлении, и здесь как раз объясняешь, почему здесь именно это слово, что оно означает, да, ведь это идет от пали, плащ, тогда, когда мы укрываем, защищаем от негатива, от последствий, и улучшаем, да, и согреваем, да, и обезболиваем, и так далее. То есть мы улучшаем качество в первую очередь. И недостаток информации, большое количество заблуждений, большое количество мифов, собственно, я иногда шучу и говорю, что моя работа – это разрушительница мифов, потому что, да, приходится разрушать мифы о том, что такое палиатив, приходится разрушать мифы о том, что такое онкология, да, там, насколько излечимо, неизлечимо, и каким образом это происходит. Приходится разрушать мифы по статистике о том, что, да, там, вся статистика у нас приводится за пять лет, и многие пациенты на полном серьезе думают, что пять лет – и все, и больше дальше ничего, да, Да, и с этим приходится, да, то есть мифов и представлений очень много. И да, несмотря на то, что информации много, она легко доступна, ну, будем честными, в сети найти информацию достоверную, хорошую, качественную, это, ну, определенный труд, это определенные навыки, и не все, к сожалению, ими владеют, тогда, когда пациент все-таки находится в определенном эмоциональном состоянии, да, наш мозг немножко меняет свою работу, структуру этой работы, и да, местами это становится невозможно даже просто осмыслить правильно то, что прочитал. И это тоже, да, вот та работа, которую необходимо проводить. Я вот очень надеюсь, что сейчас нас смотрит много зрителей, и они расскажут, в свою очередь, своим знакомым, может быть, кому-то родственникам, потому что, на самом деле, палеотивная помощь – это великое благо, которое появилось у нас, и нужно непременно этими возможностями пользоваться. Эльмира, каким образом организована сама служба палеотивной помощи в онкологическом диспансере? Ну, у нас же в онкологическом диспансере есть два подразделения. Таких подразделений вообще бывает разное. У нас есть отделение выездной, патронажной, палеотивной помощи, и у нас есть кабинет палеотивной помощи онкологическим больным. Здесь было правильное решение в свое время, в 2012 году, по-моему, все это открылось, кабинет открылся чуть позже, о том, что такие пациенты должны быть рукавом, в руку практически, друг с другом, чтобы у нас амбуаторный прием онкологического пациента сразу мог к нам обратиться для того, чтобы помочь таким пациентам справиться с их потребностями именно в улучшении качества жизни, то есть обезболить их, допустим, купировать одышку. И сейчас, на данный момент, отделение выглядит как. У нас есть выездные, патронажные, врачебные бригады и медсестринские бригады. Также у нас выезжает на дом психолог. Пациентов мы принимаем, когда он уже реально признан как нуждающийся в палеотивной помощи, то есть у него есть официальный документ. С этим документом родственники, то есть мы не гоняем пациентов, чтобы они специально к нам пришли, родственники приходят в отделение, предоставляют этот документ, и мы в течение одного-двух рабочих дней выезжаем, если в этом есть потребность, на дом пациенту осматриваем и уже делаем первичное назначение. Также пациент может обратиться к нам и по телефону, то есть мы консультируем по телефону. Он может, родственник пациента, с направлением из поликлиники принести вот этот документ, что когда врач, участковый терапевт видит необходимость в совместном введении пациента и амбулаторной службы поликлиники и нами. То есть мы помогаем друг другу, да, поликлинике мы помогаем в том числе введении тягостных симптомов у пациента, чтобы можно эффективнее сработать вместе. Ну и у нас ряд пациентов, которые приходят к нам после комиссии. И это вот как раз правильная методика, когда пациенту говорят, не просто провожают его домой, а когда он может еще прийти к нам в кабинет и его уже сразу в кабинете определить с дальнейшим патронажем. Обслуживаем мы городской округ Самара, Лолжский район тоже мы обслуживаем, то есть выезжаем бригадами на дом. В кабинете палеоативной помощи мы обслуживаем весь регион. То есть весь Самарский регион, который, пациенты, которые приходят здесь в онкоцентр, они могут прийти на прием к врачу и уже здесь при опросе ему что-то назначить. То есть быстрое реагирование. То, что в первую очередь и необходимо, что и добиваются все службы палеоативные. То есть чем быстрее мы среагируем на патологический симптом, тем мы быстрее улучшим качество нашего пациента. тем быстрее мы добьемся какого-то эффекта от проводимой терапии. Есть ли конечный срок оказания помощи палеоативному пациенту? Ну, например, вы помогаете ему там три месяца, полгода или как? Нет, пришли к выводу того, что, к такому выводу, что пациенты, да, могут устать от нас, могут устать от нас родственники, могут справляться самостоятельно. И только их решение может быть, например, что вы нам не нужны, мы хотим отдохнуть, да? Ну, не так обычно это звучит, что и мы справляемся. Или, например, при обзвоне у нас здесь очень активно участвуют медсестры, то есть обзванивают пациентов, родственников, узнают о самочувствии пациентов. Мы слышим неоднократно о том, что у нас все хорошо. Мы даем им время отдохнуть от нас. Потому что мы не, как бы мы не привыкали к ним, как бы мои сотрудники к ним не привыкали, мы не умиряемся с прямыми родственниками, но мы к ним очень привязываемся. То есть и к нам привязываются сами родственники пациента, и мы к ним привязываемся. Чуть-чуть нужно делать перерывы. Перерывы просто такие искусственные. А так берем от начала и до конца. Давайте мы сейчас прервемся, покинем ненадолго студию вместе с нашими зрителями, посмотрим сюжет, который мы сняли в онкологическом диспансере. У врачей отделения палеотивной помощи Самарского онкодиспансера особая работа. Практически служение. Они помогают пациентам со статусом палеотивной, людям с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями. Это симптоматическая, медикаментозная и психологическая помощь. От Красноглинского района до Южного города медики ежедневно ездят к больным. Проводят осмотры, корректируют обезболивание, делают перевязки. В онкцентре работают как бригады врачей, так и фельдшерские бригады. То есть выезжают те специалисты, в том числе и среднего звена. Шесть бригад на сегодняшний день функционирует. Есть кабинет палеотивной помощи. То есть мы оказываем и прием тем пациентам, кого доставляют в диспансер. Проводим всю необходимую консультативную помощь. Также у нас врачи-психологи. С каждым годом число нуждающихся в палеотивной помощи растет. Но это не значит, что им не требуется специализированное лечение. Просто эти пациенты не настолько были охвачены оказанием палеотивной помощи, ввиду многих причин. Не были информированы, не были доступны. Ну, нехватка кадров по оказанию палеотивной помощи. В палеотивной помощи не обойтись без клинических психологов. Когда пациент сталкивается с диагнозом, ему кажется, что он остался с бедой один на один. Из-за этого может нарастать тревога, депрессия и даже мысли о прекращении лечения. В такой момент поддержка близких нужна как никогда. Родственники – это основная ухаживающая, основная поддерживающая функция. То есть те, кто помогают пациенту жить. Соответственно, с ними тоже обязательно необходимо работать. Тогда, когда родственники сталкиваются с диагнозом родного, близкого человека, у них также абсолютно проходит и шок, и адаптация. Есть еще несколько способов получения статуса палеотивного пациента. В любом случае ему будет оказана необходимая помощь. Боли, страх отступят. Сегодня в нашей студии Юлия Русских, психолог отделения медицинской реабилитации Самарского онкодиспансера и Эльмира Акамова, главный внештатный специалист по палеотивной помощи Минздрава Самарской области. Именно о палеотивной помощи мы сегодня и говорим. И в нашей студии работает телефон. Вы можете позвонить. Номер 202-11-22. У нас еще есть немного времени. Юлия, мы сейчас увидели в сюжете, что пациенты комфортно расположились у вас на ковриках. Видимо, такая какая-то достаточно комфортная атмосфера, по крайней мере, через экран создается такое ощущение. Скажите, первично, вот когда пациент еще недавно, может быть, познакомился со своим диагнозом, узнал об этом, с кем идет работа по уточнению диагноза все-таки больше с пациентом или с родственниками? Вот вы сказали, что вы с родственниками работаете тоже. Кому требуется помощь больше, если вот такой вопрос вообще может иметь право на жизнь? Разные бывают ситуации, да, ну, все абсолютно люди разные. И, ну, я считаю, что пациенты, они все-таки, как бы это парадоксально не звучало, но они в более выигрышной ситуации. У пациентов есть прямой доступ к информации, у них есть прямой доступ к доктору. То есть он может получить непосредственно информацию про себя, если мы говорим про первичный этап. Дальше родственник, он взаимодействует в основном с пациентом. И родственник вынужден довольствоваться той информацией, которой пациент захочет с ним поделиться. То есть не факт, что это вся информация? Ну, конечно. Ну, по крайней мере, человек точно знает, болит у него, не болит у него, как он себя чувствует, есть у него силы, нет у него силы, да, там, слабость, головокружение или еще что-то. Родственник может об этом только догадываться. И в силу разного характера, в силу разного, там, эмоционального состояния, у нас у всех очень разное количество фантазий. Про близкого, про будущее, ну, вот очень большое количество. И, соответственно, тогда, когда мы не имеем информацию точную, мы ее додумываем. Чем выше, да, чем большее количество у нас фантазий, тем выше уровень тревоги. И, соответственно, да, с этим тоже необходимо работать. Причем именно и с пациентом, и с родственником. Ну, вот они там у вас лежат на ковриках, вы сидите с ними, общаетесь. Какие, в основном, методы применяются? Методы будут в зависимости от того, на каком этапе. То есть если это первичные, это будут в основном разговоры, это будут техники на снижение тревоги. То есть моя задача сделать так, чтобы уровень тревоги начал снижаться, вот уже прямо здесь и сейчас. И это своего рода такой ликбез. То есть опять это про объяснение, это про формирование адекватной картины, это про работу с теми же мифами, о чем мы говорили ранее. И моя задача научить, чтобы человек мог сам справляться. Потому что мы в жизни все равно очень маленькое количество времени представлены. И основная задача, чтобы, столкнувшись с какой-то нестабильной эмоциональной ситуацией, мог справиться самостоятельно. Вот, ну, коврики, это техники релаксации, это то, что позволяет вот сейчас снизить уровень напряжения. А дальше мы отталкиваемся в выборе именно методов, как мы будем работать. Мы будем отталкиваться от физического самочувствия, мы будем отталкиваться от эмоционального состояния, мы будем отталкиваться от того, на каком этапе лечение в том числе находится, то есть какое лечение получается. Потому что не всегда, ну, элементарно, да, есть возможность на тот же коврик опуститься. Да, понимаю. Это тоже мы должны учитывать, да, то есть, например, в раннем постоперационном периоде те же релаксационные техники проходят в других форматах. Это может быть там в режиме кресла, да, или палаты тоже вполне. Она будет другая, она не будет, да, там может быть там с музыкой, птицами и прочим, но определенные релаксационные техники мы можем делать, собственно, и на месте. Эльмира, когда стоит задуматься о получении палеотебной помощи, только когда уже невыносимые боли, когда уже какая-то совсем тяжелая ситуация, или как? Здесь, если говорить с позиции совета для пациента или для родственника, это одно, если для врача, то другое. Если мы говорим все-таки о том, что этот пациент, у него появился патологический симптом, и неважно, палеотивный он, не палеотивный, он уже должен прийти к врачу. Какому бы он врачу ни пришел, дальше уже он в любом случае, симптом должен быть откорректирован. Пусть это будет пока еще не утвержденный палеотивный стапс пациента, то есть еще пока на этапе дообследования, но помогать ему уже надо. То есть задуматься о том, что я пойду к врачу, нужно сразу, как появляется только патологический симптом. Совет врачу, то есть если есть какой-то патологический симптом, не совсем связанный с тем заболеванием, который у него изначально установлен, значит ищем, значит не бросаем с собой пациента, а ищем у него дальнейший рост, прогрессию, и чтобы ему именно своевременно помочь. Быстро признать палеотивный статус – это не решение проблемы. Надо все-таки больше помочь пациенту. Именно в эту сторону надо смотреть. Мы только помощники, а все-таки большой пласт именно идет на специализированную помощь. Вот вы говорили о том, что существует множество мифов вокруг палеотивной помощи. Один из них, что палеотив – это про смерть. Если я обращусь за такой помощью, то значит мне осталось совсем чуть-чуть, и прервется основное лечение, и болезнь начнет прогрессировать. На самом деле, есть ли ситуации, когда наряду с палеотивной помощью пациент еще и получает основное лечение в стационаре? Ну, например, сейчас из того процента пациентов, которые у нас есть, процентов 40, наверное, получают еще дальнейшее специализированное лечение. То есть они ходят на химиотерапию. Кто-то из них получает учевую терапию, кто-то даже получает и какой-то хирургический этап лечения. Химиотерапия может продолжаться долго. У меня есть, например, на обслуживание пациент, которого у нас свыше двух лет. То есть периодически мы его убираем жидкость с плевральной полости, убираем жидкость, например, с брюшной полости, и он продолжает проводить, ему продолжает проводить химиотерапию. То есть это борьба. И в этой борьбе, вот пока борется сам пациент, все у него получится. Мы тогда уже даже не ждем, извиняюсь, там рост такой. Ведь многое в руках наших именно пациентов. Многое зависит от их настроя. И то, что мы говорим о психологической поддержке пациентов, да, это информация, это социальная адаптация, это то, что пациент, если ты чувствуешь себя лучше, ты можешь сделать что-то сам. Для многих это важно. Есть же такое мнение, не хочу лежать. Никто не хочет лежать. Ну, значит, надо бороться. Значит, многие вещи надо преодолеть. Не всегда это доступно. Бывает иногда, да, ну, очень поздное обращение за палеотивной помощью в том числе, когда мы уже ничего не можем сделать, кроме как облегчить состояние пациента. Но у нас есть борцы. Борцы такие, которые борются, и с которыми мы идем с каждым этапом их лечения, то есть химиотерапии, учевая терапия. И все-таки мы в основном сегодня говорили о пациентах, но никак-то не акцентировали, что палеотивная помощь – это еще и помощь родственникам, правильно? Юлия, какая помощь им требуется? Это и как разговаривать, это и та же саморегуляция, потому что и уровень тревоги, и напряжение, и бессонные ночи в силу изменения эмоционального состояния, да, это все так же есть и у родственников, так же, как это есть и у пациентов. Поэтому здесь, по большому счету, работа вся ровно то же самое. Плюс тогда, когда мы имеем дело с изменением физического самочувствия, тогда, когда болит, тогда, когда у нас меняется настроение. Настроение ухудшается, мы становимся ворчливыми, мы становимся там где-то местами раздражительными, не всегда получается что-то стерпеть. И родственникам в том числе нужно объяснять, как обходиться и с таким состоянием. Элементарно, на что имеет смысл обращать внимание. А где-то можно там, да, и спустить. Потому что периодически возникает ощущение, что как будто бы он хулиганит специально. Это он издевается, да, и так далее. И здесь именно объяснение эмоционального состояния, изменение того, что происходит, изменение в работе физически, да, там мозга, регуляторных наших систем. Тогда, когда начинают понимать, что это результат процесса основного, который идет, а не вредность, да, вот оно начинает совершенно по-иному восприниматься, оцениваться, и, соответственно, снижается количество конфликтов, снижается количество обид. Да, и, соответственно, улучшаются и настроения, и отношения, да, и климат в семье и со всеми текающими отсюда последствиями. Я могу предположить, что еще огромную помощь, наверное, вы оказываете и родственникам, столкнувшимся уже с потерей близкого. Но это, очевидно, уже будет темой нашего следующего разговора, потому что время действительно незаметно пролетело. Благодарю вас за участие в этом таком серьезном, сложном разговоре. Но главное, я надеюсь, что нас многие услышали, поняли, что такое палеотивная помощь, как ее получить, и что за ней нужно непременно обращаться. Благодарю вас. Спасибо. И до свидания с нашими зрителями. Увидимся ровно через неделю.